Если по технологии пересадки осенью, надо сначала растение залить, мы его вчера залили, я его залил, вокруг пихты нужно сделать канавку, канавку не только канавку, но и как бы прям хорошую траншею, как бы сказать, определить размеры комок. Итак, уважаемые друзья, вот видно траншею, которую мы сделали, вот уже идет, например, ее корень, его надо обрубить. Обрубили и опять делаем все, примерно сантиметров, ну здесь 10, сантиметров 15 нужно по всему кругу вот так вот все прорыть. Мы окопали ком, который будет, будем сейчас вытаскивать, ком получился вот по кругу, ну сантиметров 15 мы взяли. Сейчас постараемся уже большой лопатой убрать по кругу, Ну хотя можно и одной маленькой все это как бы сделать. Один раз нажали под углом. Аккуратно лопату вытаскиваем, чтобы ком не развалился. Ну как садить я покатывал, сейчас больше у меня, я вам покажу как надо выкапывать. Видно, что она уже пробалтывается, ставим ногу и так по кругу, и так идем по кругу. Опять ставим ногу на ком и вытаскиваем лопату. Ну и так по кругу. Здесь опять наискость, наискость. Пытайтесь, лопату заканчиваем, можно в губы. Опять ставим ногу на ком, чтобы он не развалился. Я аккуратно вытаскиваю паску. Ну и так по кругу. Ну и так по кругу. Сюда мы по моему ставим. Ну а теперь начинаем потихоньку приподнимать ее. С одной стороны. Вот тут видно уже, что здесь вот, если посмотреть, то ямочка. Ком должен болтаться весь, не просто земля должна уходить, а вместе с растением. Очень аккуратно это делать. Вот он треск останавливает. Опять вытаскивать и опять по кругу. Легонечко, не надо сильно спешить. Лопату просто вытаскиваем руками. Ком уже не трогаем. Вот уже видите, ком почти весь. А то посадки у нас много, а выкопки практически. Нету. Вот так увидели, что он трескается. Если я сейчас выдержу, то может сумма ввалится весь. Один корешок будет так мешать. Да, есть специальные машины для этого, как выкопы. Очень аккуратно и очень четко. Нам еще далеко пока до них. Когда будет плантация, может быть и кудем такую машину, Которая заменит. Такой действительно тяжелый, физический труд. Это корень хороший сидит. Поэтому. Продолжаем обкапливать. Мне кажется, вот здесь. А нет, это ужасно. Мои мельники еще мешают. В поле только выкапывается. Здесь все. Уже в хак такой. Вот так берем в опадку. Давай, родная. Опа, он пошел. То есть эта земля начала обсыпаться. С другой стороны так же сделать. Вот видите, уже почти. Да, я чувствую, там корни есть, конечно же. Так. Что-то держит там. Да. В корни не один. Да. В корни. В корни не один. Да. Так. Ну вот, посмотрим что там. Краневой корвали. Ком хороший. Все вышло. Угу. Ну теперь надо. Выпчера. Уề associate dollarn sohliche amount. вытаскивать, упаковывать и повезем сажать, да, она теперь спокойно. Так, уважаемые друзья, вот мы привезли пихту, яма уже выкопана, но так мне кажется, что она маловато будет, но сейчас мы посмотрим, сейчас пока мы наберем в нее воды естественно. Вообще вот такие деревья рассаживать самое милое дело, единственное только физический труд, довольно таки тяжело их рассаживать, они с нормальным комом, нормально приживаются, что пихта, что елка, все сажаем одинаково, даже и можжевельник тоже сажаем, все одинаково, ну вот наша яма почти набралась, я думаю сейчас мы будем ее сажать, ну что давайте я ее попробую воткнуть как говорится, я тебе сейчас воткнул нормально, вровень с земли, это все нормально, все так ну вроде ровно стоит, вроде поставили довольно таки хорошо, сейчас я еще отойду ну все можно, в принципе, закапывать поливочный круг набираем полностью водой полностью водой, потом он уйдет, это нормально все будет так, что ну потом в окончании можно эти нижние ветки обрезать, но не сейчас, через год, вот например, следующее осенью можно будет обрезать, ну и то, это мы посмотрим, когда она приживется уже, когда она упадет на этом уважаемые друзья, все с сегодняшней посадкой, мы посадили пихту кавказскую, всего доброго, с вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, спасибо, что вы с нами это pursu с вами, свои руки Продолжение следует...